Всем привет! Несколько дней не получалось снять видео, потому что разбила телефон свой. Точнее, как он у меня выпал. И получилось, что выпал он то ли в клетке у поросят, то ли возле клетки у поросят, но скорее всего в клетке, и они так хорошо по нему потоптались, и весь экран разбился, и теперь не могу ничего не снять, никому не ответить в вайбере, кто мне пишет. Там несколько дел было, и металл забрать. Хотела съездить и там по поводу отходов поговорить, по поводу барана. Ни с кем не могу связаться, потому что на старом телефоне этих номеров нет, а этот еще пока времени в ремонт отвезти нету. Ну вот, на старый телефон наснимала, пару видео смонтировала. Смотрите. на старом телефоне. Ну вот, наконец-то залили клетку. Это эта, которая 2 на 3 получается. Там вот столбик такой, это для отгородочки, для поросят. Это для этой свинки нашей. Тут она не особо влазит, развернуться. Варю грибочки, которые она собирала. Буду суп варить. Отвариваю пока. Ну, если Лёша, то месяц шестьдесят получается. Чуть не для меня. Почти сами, немножко. Я бы еще в переносе поменял. Ну да, получается 80 метров шестьдесят отхвата тоже. Так обычно всегда бывает. Как видите, ни в одной таблице нет таких размеров, как наша свинка. Ну, понятно, что она более трехсот килограмм. Это точно. Пока мы ее резать не будем. Надеюсь, что она просится. Все будет хорошо. Уже подготавливаем. Точнее, уже сегодня залили, как вы видели, клетку для нее. Побольше. Потому что в этой ей тяжело. Развернуться она не может. И потому что она метр шестьдесят, клетка метр пятьдесят шириной. Ей приходится постоянно подгибаться. И это большой риск для поросят будет, что она может не случайно их задавить. Ну, я думаю, килограмм триста двадцать, триста титана будет точно. Витрач тоже говорил про это. В потелке пока никаких таких результатов хороших нет. Да, это вроде бельмо белое с одного глаза ушло практически. Осталось только красные потеки. Со второго глаза она уменьшилась. Уже только посередине осталось. Но, как я понимаю, она не видит. Потому что, ну, видно по ее поведению, что она не видит. Там мы цепим ей комбикорм, допустим, она только по запаху на него идет. А так, чтобы она его видела и конкретно шла к этому, ну, то есть, такого нет. Уже практически все все лечение закончили. Только капли периодически капаем. Ну, будем ждать, как бы пока родит. И будем смотреть, что будет дальше. Потому что мучить ее больше нет смысла. Плюс у нее сейчас, судя по всему, из-за ослабленного иммунитета подкожный клещ какой-то там тоже очень сильно развился. Вся шея, в нем раны, где-то возле, на морде. Ну, то есть, все эти лекарства, которые мы кормим, естественно, они ей здоровья особого не прибавляют в другом смысле. Поэтому пока немножко дадим ей отдохнуть. Вроде как, на днях у нее была температура поднялась, судя по ее поведению, мне так кажется. Ну, ничего. Для моих спонсоров, кто подписан на спонсорство, получается, на моем канале, я выложила недавно запись о том, что возможно будет проект такой, если будет все складываться наилучшим образом, если быстренько сможем сделать сарай, докупить, будет, будем покупать определенное количество свинок, молодых, и по ним будет, я буду, посчитаю бизнес-план сразу на бумаге, и потом будет отдельная вкладка с видео по поводу этого бизнес-плана, то есть в реальном времени, сколько они кушают, сколько привес, сколько родили, сколько продали, по какой цене, там, кого чем колем, и все остальное. Я думаю, будет очень интересно не на бумаге просто посмотреть, а именно на видео, то есть реально своими глазами увидеть все цифры. надеюсь, вам будет интересно, кому будет интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы быстрее запускали этот проект, кто желает поддержать канал, можете стать спонсорами, я уже про это снимала отдельный ролик, он на главной странице, вот, надеюсь, что где-то на следующей неделе, скорее всего, будем запускать проект, если, конечно, вы поставите много лайков, я жду лайки, ну ладно, пока вроде все, таких новостей особо нет, тут ремонт, стройка, куча людей, поэтому даже особо времени снимать нет, за всем надо просмотреть, проследить, всем пока, всего доброго!